привет друзья есть у меня вот такой вот силиконовый термостойкий коврик для пайки то есть когда что-то паяю чтобы не повредить поверхность на которой все это дело у меня происходит я стилю вот этот коврик коврик просто бомба в принципе если кому интересно вот здесь вот будет обзор ссылка на него можете посмотреть там я его тестировал также я тестировал и вот такой вот коврик это кухонный коврик альтернативный тоже из китая тоже для работ связанных с паянием но немножко у меня не впечатлил поэтому я ему не пользуюсь пользуюсь я вот этим реально меня он всем устраивает кроме одного это размер размера у него небольшой красный конечно же побольше но у него больше минусов или много минусов поэтому не пользуюсь пользуюсь этим но вот размер меня тоже немножечко не стал не устраивать масштабы растут размеры у коврика не растут поэтому решил я себе заказать новый коврик аналогичный этому но побольше давайте посмотрим его что он из себя представляет мне прям очень и очень интересно ссылочка на этот коврик будет под видео в описании в принципе на остальные коврики я также оставлю ссылочки в описании кому интересно сможете перейти посмотреть и что вам больше понравится заказать вот друзья вот это я понимаю масштаб вот это я понимаю размах и так давайте быстренько сравним посмотрим вот они какие коврики у меня то есть маленький мой да и вот смотрите разница какая большая так по толщине старый мой коврик 3 миллиметра но даже 3 миллиметра меня за глаза устраивало то есть он не прогревался донизу у меня никогда даже если паяльник забывал на нем ничего с ним не происходило толщины мне хватало здесь же коврик потолще здесь коврик 5 миллиметров померил я уже рулеточкой так ну и давайте быстренько пробежимся по размерам еще старый мой коврик 23 сантиметра на 20 на 18 18 половиной так новый 35 на 25 вот это масштаб вот это я понимаю как вы можете заметить у коврика есть вот такие вот выемки разных форм глубина у них где-то 23 миллиметра примерно что можно было положить сюда различные различном элементы ну например он не знает там припой положить там паяльную пасту до чтобы это дело у вас все не ездило и также можно сюда россыпью элементы положить различные там резисторы транзисторы мелкие smd компоненты особенно если это вот и различные другие расходные материалы то есть в принципе удобно и интересно так ну и как всегда давайте попробуем потестируем его на прочность то есть как он будет выдерживать температурные нагрузки как всегда для этого нам понадобится паяльник разогретая до максимума 480 градусов и припой и попробуем с этим припоем что-нибудь сделать с ковриком если у нас это получится и я как и предполагал ничего у нас не получится без проблем также как и с моим старым ковриком этот коврик справляется со своими задачами ничего с ним не происходит не нагревается снизу его даже рукой держу ничего не происходит то есть вообще классный 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 коврик мне очень и очень понравился уже потому что я владел маленьким ковриком и знаю что принципе от него можно ожидать вот так что классный классный ковер друзья если кому нужно реально заказывайте реально удобно тоже я до этого читал различные отзывы прежде чем купить его люди только восторгаются ему кто-то говорит что хорошо если мне было вот этих вот ниш различных да типа полезная площадь бы увеличилась но это как бы и плюс и минус поэтому я думаю на это внимание особо заострять не надо потому что реально она пригодится там что-то установить усложить когда особенно с мелкими детальюшками работаете сюда сыпали она у вас не растеряется я считаю это все таки плюсом по крайней мере для меня ну а кому если не нравится можно перевернуть и работать на ровной стороне так что никаких проблем с этим нет ссылочка на данный коврик будет как обычно под видео в описании принципе на остальной тоже и оставлю под видео в описании не забывайте что любой товар на сайте aliexpress можно купить реально дешевле чем он есть на самом деле об этом будет также более подробно под видео по ссылочкам посмотрите я думаю будет интересно на этом у меня принципе все кому видео понравилось или было полезным ставьте лайк подписывайтесь и обязательно на канал не забывайте про группа вконтакте делитесь этим видосом со своими друзьями пока а